Каштан в духовке, как продают в Париже, разница седомный каштан и не седомный каштан, который по-франчески другое слово, получай, что можно есть, что не можно есть. Каштан, каштани, потом и. И у вас получай газету. Всем привет, сегодня с вами Шевевен, настоящий гасконец. Эй, гасконец! Ну, первое, что такое каштан? Каштан, то вот это. Ну, это большой каштан, это маленький каштан, все вот это, это каштан. В лесу вы можете искать вот этот каштан, маленький, дикий, обычно поболее черный свет, почти черный. И у нас вот этот год кабан из каштан и не только немножко каштан, последний год было много. Кабан очень любит каштань, тоже. То есть вот этот каштан, это и до седомный, на франшузском языке у нас есть два слова. Это каштань, шатень, похоже чуть-чуть, шатень, каштан, который дикий. Он треугольный, как вот это, это каштан, но мы тоже, когда они большой, как вот это, это тоже самый сок. Они называются марон, шатень или марон, это все седомные. Вот это, все вот это, которое есть здесь, это люди, которые растут, это называется марон. И магазин продают такой, где мы его купим. Но, потом есть другой штук, который тоже называется марон, но марон дэнд из Индии, это он. Это не седомный. Как вы видите, это вообще другой, это матовый, а это очень блистающий. Блистающий нельзя. Вторая разница, это форма марон, это, ну, всегда чуть-чуть овальный вот этот. Увальный и плюс-минус треугольник, как мы сказали. Никогда будет треугольник, всегда будет блистающий. И это более круглый. Ну, круглый, да. И тоже нет фростик. Векаштан есть фростик. В марон дэнд никакой, нет фростик. Еще одна разница, здесь есть щипи, только можно его трогать. Векаштан впервые не можно трогать, потому что вообще больно. И векаштан это много-много-много шипки, много-много шипи, которые не можно трогать. И всегда есть вот этот маленький фрост, где седомный каштан может быть белые греби. Это тоже сезон белые греби. И еще один момент, это листик каштан, много дантелей, много-много вот так. А неседомный, это пальмовый листик, вот так, вообще большой, который вообще не похож на вот этот. Тогда перепутать и марон дэнд, и марон, или каштань невозможно. Вам нужно тонкий нож и острый нож, нужно резать только кожи, вот так. Делим на дрез, или вот так, или когда большой, вот так. Если вы не резать чуть-чуть кожи, будет зрив, зрив, а везер, везер, потом и взры, взры, взрыв. В Париже много людей его готовится на улице, и вы можно кушать на улице. Это полезнее, там много витамин С, его можно кушать сырой тоже, его можно сделать мукой, крем, думал, как десерт, или как внутридесерт. Можно его готовить тоже в воде, как картошка. Сегодня мы леем на две духовки. Положим ве про две, духовка уже 220 градусов. Обычно, вот это, возможно, чуть-чуть побольше, но обычно 20 минут, 220 градусов, 20 минут. Наш каштан горячий, очень горячий, то есть аккуратно. Каштан горячий, крак, и оп, все идет. И нужно его чистить горячий, потому что, когда охладит, это еще сложно. Крак, крак. Вот это идеально. Хоп, уа. Вот, красиво, каштан. А, раньше на улице, как картошка фри, продают каштан в старые газеты. Сентру, и оп. Сделаем конус. И у вас получается газета. Опять его, датурист, 10 долларов, пожалуйста. Главное, есть его горячее или тепло. Теперь я буду его попробовать. Очень вкусно. И в Гасконне каштан. Мы ем каштан с бурет. Это вино, это традиционный, гасконский традицион. Это очень вкусно вообще. Это маленький анекдот. Малышка. Рецепт. Рецепт.